Задержание боксера Кушеташвили сравнили с делом Голунова. Следствие утверждает, что двукратный чемпион России не только сломал нос росгвардейцу, но и имел при себе наркотики. Георгия Кушеташвили исключили из сборной, оставили под стражей матросской тишине до 1 апреля. Тем временем в СМИ Буряти разбирают обстоятельства инцидента и выдвигают версии об интересантах в этой истории. Евгений Перельчук подробнее. Версия следствия такова. Боксер Георгий Кушеташвили и его друг Овик Аганисян зашли в подъезд дома по Фрунзенской набережной в Москве, искали закладку. Вслед за ними в подъезд зашли четверо росгвардейцев и вывели приятелей в наручниках. Камера над дверью подъезда все зафиксировала. В момент задержания Кушеташвили сломал нос росгвардейцу со смещением. Потом у него нашли при себе полграмма кокаина, а это по закону значительный размер. Таким образом набралось два уголовных дела. Наркотическое 228 и 318 применение насилия опасного для жизни здоровья. Боксеру грозит 10 лет. Инцидент произошел прямо между сборами. Спортсмены уже готовились к Олимпиаде в Токио. Вдобавок Кушеташвили – военнослужащий. Меру пресечения ему избирал военный суд. Все эти обстоятельства просто не дают поверить в то, что спортсмен принимал наркотики, говорит генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Все-таки его на это подбил. Также коснется это всю сборную сейчас. У нас будут сейчас тотальные проверки полностью всех ребят. Просто единственное у нас, что сомнительное, как в тот момент оказалась Росгвардия, и именно туда же пришла. Во-первых, они на другой территории работают. Как-то это странновато. Там четыре человека. Вот это сомнительная история может. И почему я говорю, что как на провокацию какую-то в отношении Георгия похоже. Но все равно мы будем ждать следствия. Впрочем, Георгия Кушеташвили из сборной России уже исключили. Хотя Федерация пообещала оплатить услуги адвокатов. Экс-тренер сборной Эдуард Кравцов назвал инцидент ударом по моральному облику команды. 24-летний Кушеташвили – уроженец небольшого бурятского села Бичура. Его спортивная история из разряда «сделал себя сам». Как пишут местные СМИ, родные и близкие спортсмена, а также многие жители Бурятии, в вину боксера не верят. И считают, что наркотики ему подкинули, как в деле Голунова. Ряд изданий приводит такую версию. Основным соперником в сборной у Кушеташвили за место на Олимпиаде считается Имам Хатаев. Он член спортивного клуба «Ахмат» и, как говорят, личный охранник Рамзана Кадырова. Чеченские боксеры ни разу не становились призерами Олимпиад. И чтобы они прошли квалификацию, одного из лидеров сборной Кушеташвили якобы кто-то стремился убрать. Впрочем, никаких свидетельств, что дело обстояло именно таким образом, нет. Рассказывает журналистка из Бурятии Евгения Балтатарова, которая писала материалы о том, что имела место провокация. Очень большая конкуренция. В сборной за поездку на Олимпиаду таким образом человека могли просто убрать. Уже доверия в системе как бы нет. Просто дело головного. Вообще по вопросу 228-й статьи, как таковой, такая народная наша статья, сперва якобы была закладка. Ваймали, и там Гоша даже успел якобы употребить в это время. Потом, почему-то версия меняется на то, что их задержали в объекте, а наркотики нашли уже в отделе, да, там через полтора часа после задержания. Соответственно, действительно могли подкинуть. К слову, у второго фигуранта приятеля Акушаташвили Овика Ганесяна уже отпустили. Он проходит по делу как свидетель. А именно он, по мнению журналистки, мог сыграть главную роль во всей схеме, приведя друга в тот самый подъезд. Сам чеченский боксер Имам Хатаев в Инстаграме Евгении Балтатаровой отверг свою причастность к задержанию Акушаташвили. Заявил, что ни в какой охране не работает, а на их дружбу с Георгием, цитата, «просто так плюют диванные кнопанчики». Академия Евгении Балтарова